Дорогие друзья, на носу праздники. Я вам предлагаю приготовить вместе со мной, ну, вернее, после просмотра этого ролика, предлагаю вам приготовить блюдо на праздничный стол, которое довольно простое, вкусное, ну и я думаю, что даже вот у таких непьющих людей, как я, нет-нет, да и завалялась бутылочка красного венца. Поэтому давайте так. Итак, говядина по-бургундски, да, у нас будет в симпл-варианте, в упрощенном, для того, чтобы вам было проще и легче его сделать и поставить на новогодний стол, потому что, да и не только новогодний, вообще на любой праздничный. И на обыденный тоже. Ну, ладно, уговорили. И просто вечерком, ну, если у вас есть часок-другой свободного времени. Кастрюля у меня там, значит, а здесь у меня голяшки. Причем голяшки я сегодня был на рынке, что-то так было как-то очень с утра такое прекрасное настроение. Я думаю, я возьму не говяжьи голяшки, а телячьи. Телячьи готовятся быстрее, нежнее, вкуснее, но дороже. Но раз речь идет о праздничном блюде, то почему бы раз в год не договориться заранее со своими мясниками, чтобы они вам нашли телятину или порекомендовали. Ну, потому что, ну, что мы... У меня, кстати, на канале вообще нет телятины. Вообще нет телятины. Можно это все сделать из говядины, просто придется дольше тушить, и все. Значит, делаем вот что. Телятинку я не зачищаю. Я не люблю зачищать мясо. Если я беру голяху, она внутри вся в жилах, то зачем ее зачищать сверху от пленок, если внутри пленок больше, чем сверху? Поэтому тут меня сильно строго не ругайте. Значит, кто хочет зачищать, зачищает мясо и так далее, и тому подобное. Я знаю, что есть люди, и среди моих подписчиков, я знаю лично людей, которые не любят жилки, тогда вам нужно взять какую-то другую часть, может быть не голяшку, а лопатку. Но я беру голяшки, потому что я их обожаю. Жилы, которые у них есть, они просто превращаются в холодец. Это невероятный вкус. Невероятный. Мясо выбираем по своему личному усмотрению. Голяшечку раз. Да и порезали. На части-то вот на такие. Теперь запаливаем кастрюльку, потому что в кастрюльках после мытья водичкой чаще всего бывает, не только в ресторане, но и дома. Но, конечно, если у вас кастрюлька там простояла 2 месяца, да, водичка вся испарилась. Но когда вы пользуетесь, то вода остается... Я чуть раньше включаю кастрюльку, чтобы вода испарилась. И вот на такие кусочки небольшие, смотрите, вот такие кусочки, небольшие режем мясо. Просто оно так быстрее потушится, да. Можно крупнее резать. Если говяжья голяшка более здоровая, значит, там и покрупнее кусочки. Здесь совсем крупные не получатся. А вот небольшие, чтобы все это было быстрее, будет как раз самое то. Вот так вот кубиками все режем, режем. И сразу же можно. Вот прям сковородка ток-ток нагрелась. Сразу берем немножко туда растительного маслица. Но обязательно со сливочным. Вот смотрите, чутка туда плеснули. Сразу же... Оп, и кусочек сливочного масла туда. Сразу отправляем. О! Как только сейчас все это раскалится, можно будет тут же мясо туда. Все. Ну ладно, ладно, ладно. Аромат сразу такой помчался. Вот телятина, она такая по-своему вкусная. Знаете, некоторые говорят, у телятины очень слабый вкус там и так далее. Да, если вы сравниваете с говядиной, то у нее, конечно, слабый вкус. Но она по-другому ценна. Во-первых, наверняка вы знаете, что у молодого животного витаминов и аминокислот больше, чем в мясе, чем у взрослого. Потому что пока молодняк растет, природа дает ему массу-массу всяких бонусов. Поэтому в этом как бы суть. И телятина имеет свой своеобразный привкус. То есть, если приготовить там говядину и телятину, и баранину, и свинину, все отличается по вкусу. Реально, все. Поэтому не думайте, что это все так просто. Много мяса. Но не будем отчаиваться. В сковородочку еще одну ставим. И если там много мяса, помогаем сковородкой жарить его. Нам нужно слегка мясо обжарить. Все-таки. Просто достаем, перекладываем сюда. И все. Снизу все должно подрумяниться. Сюда тоже сливочное масло закиньте. Соль пока ни в коем случае не добавляем. Ни в коем случае. Значит, лук. Все, у меня уже мяса нету, поэтому могу здесь все это делать. Крупными кусками. Значит, бекон сырокопченый. Главное, чтобы он был копченый. Так, лопаточкой приподнимаем отлично. Все зарумянилось. Внизу образовались темные такие подпалины. Нам их упустить нельзя. Лучок отправляем жариться. Часть на сковородку, часть в кастрюльку. Вы поняли, да? Серединку вынимаем. Получаем две одинаковые вот такие части, которые еще на две части разрезаем. Ну, а эту как получится. Вот примерно одинаковые части получились. Вот для того, чтобы получить одинаковые части овощей и фруктов, нужно немножко подзаморочиться, подумать, включить свое пространственное мышление. Так, грибы целиком. Я выбрал мелкие, моллюсики. Ну, какие были, насколько мелкие были. Они не всегда бывают. Но когда я в магазине вижу маленькие грибы на полке, я сразу такой, о, я буду готовить говядину по-бургундски или что-то подобное. Потому что маленькие грибы, это всегда что? Их не надо резать. Кладежь, они уменьшаются, и все получается супер вкусно, модно, молодежно, красиво. Так, далее. У меня тимьян по плану. Можете сушеный использовать чабрец, да, там тимьян, это практически одно и то же. Должна произойти реакция майяра, то есть генатурация белка при тепловой обработке. То есть вот эта поджаренная корочка, это и есть вкус. Вкус праздника. Вкус праздника, это всегда какой-то должен быть больший вкус, чем повседневный. Поэтому здесь как раз очень важно этому уделить внимание. Поэтому на две части разделил. На сковородку и в кастрюльку. Смотрите, несколько веточек тимьяна сюда. И несколько веточек тимьяна сюда. Просто потому, что мы на разных сковородках все это делаем. У меня тимьян маленькими веточками. Опа. Винишко. Классным. Впервые пользуюсь этим нарзанником. Огромное спасибо Алёше Митрофанову. Мой очень классный друг и крутейший сомелье. Я не так профессионально, как он это делаю. Но что я сделал не так? Глубоко, что ли, я его загнал? Ну-ка. О, всё. Всё, понял, как эта штука работает. Там аж что-то упало. Ничего не понимаю в вине. Но немножко понимаю, конечно. Знаком и так далее. Две столовые ложки вина отправляются у меня в кастрюлю. Две столовые ложки вина, говорю. Муки. Вслед за двумя столовыми ложками муки у меня отправляется сюда мясо из сковородки. Всё, собираем со дна. Все вкусности. Они собираются они. Здесь я то, что в сковородке осталось, собрал, да? С помощью вина. А здесь нужно перемешать муку. Поймать выскорчившую телятину. Заставить муку собрать на себя все вот эти вот ништячки вкусные, которые выделять пытается телятина. Теперь то, что у нас деглазировалось в сковороде. Опа. Выливаем вот сюда. Дальше берем винишко красное, сухое. И заливаем говядину. Телятину в моем случае. Вот смотрите, что я делаю. Заливаю почти вровень. Почти вровень. А сахара нету? Ёшкин кот. У меня тут сироп сахара остался. Короче, сюда нужно еще полустоловой ложки сахара добавить, для того, чтобы сбалансировать кислоту сухого вина. Можно и полусладкое добавить. Теоретически. Но, сами понимаете, там, где бургундия, там, если вы скажете, что вы арбатское добавили, вас просто выгонят из страны, депортируют навсегда и скажут, никогда не въезжайте больше во Францию. Ну, вот это просто сахарный сироп у меня, поэтому добавляем небольшое количество сахара туда, для сиропа. Ну, смотрите, что-то сладкое. Только мед ни в коем случае не добавляйте. Ложечкой соскребаем со дна все. Вот так вот раз-раз с уголочков, чтобы у нас все отстало. Вино не успело выпариться. Так, соль. Оп. Сразу же соль добавляем, потому что иначе, иначе мясо будет не соленое само. Соус потом будет соленое, а мясо не соленое. Это как с бульонами. Одни повара кричат, нет, ни в коем случае мясо солить нельзя, вернее, бульон солить нельзя. Но зато потом мясо у вас не соленое, а бульон соленый. Кажется, что мясо из другой оперы. А здесь это тушение. Огонь. Пробка остается, тимьян остается. Чего нам там еще не хватает для полноценной, значит, жизни. Ставим на медленный огонь. Так как кусочки телятины, и это, в принципе, телятина, и все это небольшое, то нам достаточно 30 минут. Дальше пробуем мясо. Если вдруг чего-то нам не достает, добавляем соль, сахар. Чеснок не надо, иначе он перебьет вот этот вот мягкий терпкий вкус вина. Да и все. Пусть там стоит. Бекон есть, наваривается. Грудинку можно использовать, сырокопченую, вареную копченую. Можно дедушкино сало копченое туда отправить. Ну, то есть, там должно быть все очень просто. Кто-то добавляет картофель или в оригинал рецепте картофель, ну, это симпл, да? Давайте без картошки. Пусть это будет просто говядина, тушеная в вине, вкусная, с травами, с луком и грибами, которые дают тоже вкус умами, насыщают его. Короче, через 30 минут пробуем мясо. Короче, пока туда-сюда, сюда-туда, как это всегда бывает, ну, около часа она мне простояла. Я, правда, переживаю, что последние 10 минут я, смотрите, что открыл фольгу для того, чтобы лишняя влага ушла. Чтобы все соки там активизировались. Ну и что, осталось только сервировать. Смотрите, во-первых, если отгрести, да, посмотрите, какой получается соус какой получается. Видите, ниточка не прерывается, он такой шелковистый, классный. Мясо все темное. Можно по такому же принципу и в белом вине сделать, но мясо по-бургундски, несмотря на то, что это такой симпл рецепт, простейший, для того, чтобы вы все могли попробовать его, а не только те, кто любит ресторанные рецепты. Это как бы и ресторанные, но вообще это обычный, вот, домашний французский рецепт. Так, что у нас тут, веток, полным-полным, сразу их выкидываем. И мясо именно должно быть такое, знаете, с большим количеством соединительной ткани, с жилками. Вот оно тогда, запах такой, как будто вот вы домигляс сварили. Коллагеном пахнет. Ну, а же там еще и бекон, к тому же. Ай-яй-яй-яй-яй. Все равно что-то веток я столько-то накидал. Дрова не заканчивается. Ситуация простая. Я всегда говорю так, нельзя переварить мясо, иначе оно в тушенку превратится, это будет сухо, невкусно. Вокруг много жидкости, а само мясо будет сухое. Его нужно как бы пробовать и искать текстуру, потом так, оп, мягко. О, все, пора вынимать. Вот смотрите. Я специально поставил сюда белую тарелочку. Для того, чтобы великолепное мясо в темной такой глазури. Здесь много коллагена, потом опять мука же завязывает, да. Смотрите, берем кусочек мяса вот так. И ложкой нажимаем его, опа. И оно у нас расходится. Опа. Все, вот оно. Вот такое примерно должно быть мясо. Если это голяшка, то допустимо. Немножко, да, дайте лишнего. Что, тимьяна-то я туда переборщил, то я езжу, одни палки. И грибочек готов. Он не разварился. А мясо... Потрясающе нежнятин. Ой, в смысле, телятина. Ну, то же самое. Главное, что кайф неимоверный. Тонинные нотки дают такую приятную какую-то вкусовую гамму. Сразу скажу. Бывают вопросы про то, как сделать блюдо с таким же вкусом, но без использования вина. Например, для мусульман, да. Тут такая задачка не из простых. Уксусом не обойдешься. Кислотность очень высокая. У вина кислотность низкая. Я думаю, что, наверное, для того, чтобы достичь максимально похожего вкуса, нужно смешать квасное сусло и какой-нибудь виноградный сок. Единственное, что при выпаривании виноградный сок из красного винограда даст много сладости, потому что в пакетах он довольно сладкий. Но в целом квасное сусло слегка горчит. И вместе так вот будет более-менее. Капельку бальзамического вкуса. Но оригинальный вкус вина. У меня же оно не было бургундским. Это наше, российское, новороссийское вино. Но получается фантастически. Не нужно ничего лишнего туда класть. Картошку отдельно можете запечь. И с запеченными дольками картофеля. У меня есть на канале такой рецепт. Вот это говядина по-бургундски. Назовем его говядина по-новороссийски. Вино-то из Новороссийска. Вместе будет просто божественно. И это самое, что ни на есть праздничное блюдо. Потому что у нас праздники зимой. А это вот как раз зимнее такое насыщенное, мощное блюдо. Кто-то, может быть, захочет сюда добавить немножко розмарина. Можно немножко орегано. Чуть-чуть совсем. Тоже допускается. Можно сюда, кроме шампиньонов, добавить портабелло или вешенки. Ни в коем случае не белые. Потому что белые перебьют все здесь. А здесь основа как бы вот этот вот вкус тонинный красного вина. Вкусно очень получилось. Все. Дарю рецепт. Пользуйтесь. Обязательно приготовьте. Напишите комментарий, как получилось, не получилось. Что вам понравилось, не понравилось. Винишко дома остается. Вот там в холодильнике. Знаете, бывает, недопитое. Тоже туда. Тоже супер будет. А если найдете бургундское настоящее. 1976 года. Вот это будет огонь. Не знаю, зачем так надо делать. Но попробуйте. Если вам не жалко такой бутылки вина. Пока. До новых встреч. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует...